Температуру мы регулируем батареей, которая стоит в каждом улье снизу, в вентиляцию, если влажность, то открываем литок, либо его закрываем. Над этим инновационным ульем десятиклассник из Донецка Виктор Пилипенко работал 4 года. И не забавы ради, а для сохранения пчел. Вместе с отцом занимаются медом и заметили, зимой из-за сухости и морозов половина жужжащих погибает. Но только не в его умном улье. Встроенные датчики регулируют температуру и влажность. Открывают вентиляцию или добавляют отопление. Изобретение уже доказало свою эффективность на деле, а аналогов в мире ему нет. А этот робот, как пчела, трудолюбив. Маленький, а работает за десятерых. Задумавшись о бережном отношении к планете, Илья Климов придумал экологического разведчика. Он оценит воздух в заповеднике, поможет отследить пожар. Даже браконьеров заметят. А если зверь попал в капкан, подаст сигнал на гаджет и покажет видео. Допустим, нужно отследить такой-то район. Он на него может по периметру пройти. Все, записать данные. Здесь камера, датчики, ну датчики, как я сказал, датчик газа, температура и влажности. И еще помогающий оператору датчики дальности, чтобы видеть препятствия. Все эти изобретения не просто детские выдумки, а полезные для науки находки. Беспилотные летательные аппараты хороши для контроля лесов и городов, предупреждения пожаров и техногенных катастроф. Интересны школьникам космос и судомоделирование. Не зря наша область в лидерах научно-технического творчества. Лауреатов Всероссийского национального проекта образования наградили дипломами и именными премиями. На муниципальном уровне приняло участие более 10 тысяч ребят, на уже финале областном уровне 1600 и на федеральном уровне представляли область 82 человека. Из них 18 человек стали победителями по номинации научно-техническое творчество. Самые интересные инновационные проекты и разработки получат поддержку в реализации. Ксения Николаева, Сергей Вишняков, Надану.